здравствуйте сегодня я вам хочу показать и рассказать о 16 удобрений которые можно применять для замиокулькаса эти удобрения направлены на то чтобы нарастить большие клубни и чтобы хорошо росла зеленая масса то есть сегодня будет такое большое видео которое поможет вам сориентироваться по удобрениям но сперва я хочу вам показать свои замиокулькасы в принципе чего мы достигли за целый год и как они развивались давайте начнем с большого смотрите это вот мой большой замиокулькас ему больше года полтора наверно уже если кто не помнит я покупала такой вот маленький куст и он до сих пор видите набирает новые веточки растут новые веточки вот видите новые 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 недавно раскрылись и так вот мой равен старый такой вот большой уже тоже моего недавно обрезали но он все наращивает новые веточки такое то вот мой маленький равен если кто не помнит мы спасали этот кустик он у нас был больной и вот смотрите сейчас он активно выдает новую новую листву про него я отдельно расскажу потому что он у меня подкармливается исключительно одним удобрением можно сказать одной связкой удобрений поэтому он постоянно гонит новую листву и вот часто еще в видео комментариях спрашивают почему листики вот такие вот маленькие или вот почему вот вырастают вот такие вот большие ветки это зависит от того насколько большой клубень большие клубни дают вот такие вот большие вот ветки вот видите равен маленькие клубни дают маленькие листики небольшие вот такие вот почему клубень гонит маленькие листья вот нравится ему хочется а вот равен я недавно купила моя новая покупка помните я брала три куста вот он полный рост практически догоняет мой классический замиокулькус вот разница вот тоже большие листья довольно большой это три куста я соединила вместе получился так небольшой куст но в целом и давайте вам теперь покажу зензи вот это вот два моих куста эти он блестященки блестященки они от того что листья у него новые новые листики они блестят мои зензи вот разница смотрите разница с классическим с раваном и зензи зензи выглядит как барашек то есть у него листья такие жесткие они вот как бы закручиваются и между листвой маленькие междоузли а вот этот я новый купила недавно видите разница мой купленный по цвету листьев даже видно тут уже с более старая листва тут более новая листва в целом вот так вот они растут два куста милая вместе в один давайте начнем по препаратам давайте начнем вот с этого сиренимашки так как он самый активный например если у вас замиокулькас не растет то применять удобрение лучше вот как для этого и так основные удобрения это у нас смотрите сейчас я возьму чем я его вообще поливаю вот эти два удобрения я соединяю вместе полив иногда я могу еще знаете мне есть могу соединить другие какие-то удобрения с стимулятором вот например этот биостимулятор роста сразу говорю тут нету вообще рекламных каких-то препаратов всеми этими препаратами я пользуюсь сама и лучше всего на сегодня именно как биостимулятор роста зарекомендовал себя вот вона форта он мне нравится и я еще скажу его можно соединять с другими удобрениями не бойтесь этого делать он хорошо стимулируется и соединяется с биогумусом вот ему надо вообще один миллилитр на один литр воды но я как-то переборщила неправильную дозировку прочитала и в общем туда ушло даже два миллилитра на один литр воды передоза никакого не было растение очень хорошо откликнулись вот видите я его постоянно кормлю вот этим биостимулятором роста во всем что делаем берем вот такой вот биогумус я знаю что большинство он уже есть если такого нет можете использовать любые гуматы принципе ну вот этот биогумус он просто более сбалансированный там формула достаточно удобная плюс биогумус еще в том что он содержит гуминовые кислоты а гуминовые кислоты помогает хорошо наращивать корневую систему ну и делает почву более плодородный еще смысл в том что именно замиокулькас он любит очень плодородную почву почему-то в интернете пишут что он не нуждается в подкормках не нуждается в свете ну в общем такой вот неприхотливое растение оказалось что он очень любит цвет и очень любит пересадки очень любит почву питательную и поэтому для него вот этот гуминовые кислоты биогумусы удобрители почвы очень действует на ура благодаря именно вот этим вот подкормкам он растет и выдает новые листики если у вас больное растение или чахлое растение или растение которое не хочет расти стопроцентная связка но по крайней мере она у меня работает биогумусы надо 5 миллилитров на 1 литр воды биостимулятор 1 миллилитр на 1 литр воды все это вместе смешиваем и поливаем первое время я поливала каждые семь дней но у меня просто учтите что горшок должен целиком просыхать чтобы вы поливали в такой периодичностью когда горшок просыхает проверяйте ну вот сейчас у меня видно мокрый влажный я не буду удобрение тут готовить я просто расскажу для чего они поливаете то есть это может у вас за две недели просыхает сейчас вот в квартире похолодало 20 градусов и он вот смотрите стоит 10 дней он еще мокрый поэтому есть чем жарче в квартире тем он будет быстрее просыпать просыхать а чем холоднее тем дольше будет находиться влажным учтите этот момент вот два моих любимых удобрения которые я постоянно использую также вот смотрите для фитильного полива этот я реже использую этот препарат я использую 1 месяц для фитильного полива потому что на фитильном поливе когда я сажаю деток на фитильный полив нам акцент делаю на то чтобы корневая росла мощная я как правило соединяю биогумус с монокалием фосфат так вот эти монокалий фосфат на этот уже раз в месяц на обычный на фитиле когда там жарко я буду меня и раз в 10 дней и так добавляем биогумус в каждый полив у меня идет биогумус 5 миллилитров на литр воды и 1 грамм монокалия фосфат что дает монокалий фосфат смотрите тут содержится большое количество фосфора и большое количество калия но нет совершенно азота именно фосфор стимулирует клубневую систему именно на фосфоре хорошо растут клубни это вообще проверено стопроцентно и стопроцентно работает но биогумус он в данном случае как-то тоже знаете стимулирует он помогает больше усваиваться микроэлементом и вообще любым элементом более лучший и благодаря этому растут детки растут клубни я уже не буду вытаскивать растения мне их мало осталось после продажи я вот продала 200 листов них практически нет там единичные экземпляры поэтому не особо нечего показать и еще новый не нарезала так ну вот это основной момент что насчет если не фитильный полив если вы хотите нарастить мощную корневую систему также биогумус плюс монокалий фосфат хотите стимулирует чуть-чуть можно добавить в эту же связку стимулятор роста бону форта и вообще нравится ну вот такое и старайтесь если у вас вот большие взрослые замиокулькасы между удобрениями делать чистый полив например сегодня несли биогумус монокалий фосфат и стимулятором а следующий полив просто чистая вода чистой водичкой полили и потом опять можете тут моя самая любимая связка так давайте берем это все снимаем живую звук видео и обычно так не делаем итак давайте несколько препаратов сюда добавлю для чего расскажу такие вот итак есть еще вот такие вот гуматы гумат плюс 7 гумат плюс 9 с микроэлементами такими видите как медь марганец цинк любтен в общем так далее бор феррум калий в общем для чего все добавляют эти микроэлементы микроэлементы помогают снизить хлороз вот у меня нету листики чтобы не желтели чтобы листва не желтела он добавляет микроэлементы плюс микроэлементы при нехватке их растение может тормозить в росте поэтому именно биогуматы с микроэлементами я иногда использую конечно можно не использовать биогумусе тоже все это есть если у вас биогумус оснащен микроэлементами всеми например есть железо бор основные которые вызывают хлороз то можно вот эти не использовать но вот в этом она более питательная среда и тоже иногда используют у меня все закончились огород все уехала я больше для огорода покупая именно вот эти потому что у них расход минимальный итак хилат кальция тоже мое любимое удобрение мне его много но я покупаю специально мало потому что он впитывает много влаги и портится поэтому лучше брать маленькие пакетики почаще чем большой пакет потому что он потом как вода гидроскопичен хилат кальция нужен для того чтобы нарастить мощную корневую систему на нем тоже растут клумни но не так интенсивно но тем не менее когда чередуешь например монокалий фосфат с хилатом кальция то эффект достигается быстрее ну вот например чтобы растение оно может привыкать к одному удобрению и чтобы такого не было я чередую монокалий фосфат с хилатом кальция в принципе в каком-то видео уже говорила про кальций но хилат он лучше всего всасывается очень тоже мне нравится если вы хотите именно стимулировать рост клубневой системы и так про рут сразу скажу что он на клубне не влияет и его тестировала несколько месяцев на нем хорошо растет именно корневая система именно вот корешки которые боковые корни вот эти вот хвостики которые ниточки вы видели это корни не клубни а именно корни на нем очень хорошо растут для змея кулькаса я его применяю очень редко вот какого-то сильного эффекта он не показал если только вы хотите нарастить именно корни змея кулькасу не клубни а корни то его да можно применять достаточно всего месяц поливать один раз в неделю и потом вы уже увидите огромный рост корневой системы именно на нем то есть эффект есть эффект есть потрясающий но растут только корни не клубни в общем тоже нравится давайте еще покажу всем известный знаменитый у меня сейчас дома осталось только вот такая вот связка они принципе похожи по удобрению но когда вы покупаете миносил или что-то у вас есть я чаще использую универсальный с ровной формулой но вот например если взять для томатов болгожанов перцев для роз посмотрите тут формула такая совсем мало азота побольше фосфора чуть побольше калия вообще удобрение хорошо тем что в нем содержится огромное количество аминокислот именно аминокислоты они помогают хорошо усваиваться питательным веществом и они лучше поступают к самим растениям видите к листве клубням ну и другой части растений поэтому я это удобрение тоже применяю когда например смешиваю монокалий фосфат и аминокисл какой-нибудь либо филат кальций и аминокисл также можно смешивать аминокисл пасту с аминокислот концентратом чем хороша именно паста что тут содержится янтарная кислота и хлорелла но также тут есть аминокислоты витаминный комплекс вот смысл в том смотрите что янтарная кислота и хлорелла она помогает листве оставаться зеленый то что листики не желтели что витамины добирались до самих растений чтобы в общем красивый внешний вид был у растений и при этом все подкормки хорошо всасывались то есть я стараюсь добавлять какие-то именно стимуляторы для лучшего усвоения питательных веществ и с этим именно вот это удобрение с этим очень хорошо справляется то есть чтобы как дополнительный источник его больше всего я вообще всегда связки использую поэтому давайте еще тут кучки наши заберем так смотрите витаминный комплекс b комплекс ну может быть и валар достаточно одна из самых дорогих марок я считаю данный момент но я просто не нашла ну закончились у меня дешевые витамины группы b потому что их постоянно использую именно витамины группы b они тоже помогают снять стресс у растений быстро нарастить клумневую систему но в комплексе то есть их надо постоянно с чем-то использовать например сами носилом либо с монокалиевым фосфат либо с другими какими-то удобрениями например с тем же биогумусом очень хорошая связка можете постоянно эти связки чередовать и именно вот это витамины они все влияют на рост на стресс на усвоение питательных веществ очень кстати удобная штука в аптеке лучше купить конечно подешевле это хилатная форма это я отлично пью надо закупить опять удобрение ну и вот тоже знаменитого удобрения смотрите фертика люкс чем она хороша и и обычно используют для растений для цветущих растений чтобы увеличить количество цветоносов но и было буйное пышное цветение она с этим хорошо справляется меня заметила что именно на фертике фертики содержится большое количество фосфора плюс тут есть смотрите фосфора 20 калия 27 железо бор медь марганец милибин цинк все это помогает наращивать хорошо именно корневую систему то есть чем больше фосфора в удобрении тем это лучше для нашего змеокулькаса тем он у нас активнее наращивает клубни потом есть азот потом пойдет листва и есть микроэлементы которые помогают от хлороза очень кстати удобная вещь которая мне нравится фертику лучше сочетать с удобрениями которые содержат мало каких-то элементов то есть с монокалием ее нельзя с кальцием тоже не рекомендую сами носила можно с биостимулятором от форта можно и можно даже с прорут вот лучше она так это сильно достаточно удобрения с большой большим содержанием элементов важных поэтому ее реже я использую не так часто могу полить раз в три месяца например фертикой достаточно концентрированная и растение от нее больше быстрее стареет давайте вам покажу еще удобрения стимуляторы вообще удобрения делятся на микроэлементы и на стимуляторы основные стимуляторы коснемся их так вот у нас стимуляторы циркон большие баночки до 4 капли на 1 литр воды и пин 4 капли на 1 литр воды и пином чаще всего опрыскивают растения но я люблю нем еще замачивать клубневую систему когда вы замачиваете клубни то он необходим 1 миллилитр на 1 литр воды и потом ходить клубни после этого они интенсивные хорошо растут вот циркон тоже можно замачивать тоже 1 миллилитр на 1 литр воды и кладете туда клубни ну и еще один стимулятор о котором я уже говорила чем хорош циркон стимулирует рост не так сильно как бонуфорта но эффект у него достигается если этот препарат использовать больше дозировки то есть не 4 капли на 1 литр воды до 1 миллилитр на 1 литр воды но уже при замачивании либо например добавить связку биогумус 4 капельки на 1 литр воды циркончик циркон кстати тоже стимулирует рост корневой системы и тем самым у вас растут большие мощные кустики давайте еще разберем основные удобрения последние так много скопилось и так мастер я думаю вы да уже догадались почему хорош мастер в нем видите много фосфора 13 азота 40 фосфора и 13 калия плюс тут есть дополнительные элементы ну не написано какие но в целом можно в интернете посмотреть тоже хорошее удобрение когда вы гоните не только клубнивую систему но и чтобы листва росла тоже удобно вот например сочетание на хотите клубни хотите листья тут надо тоже 1 грамм на 1 литр воды производитель рекомендует даже 2-3 грамма но я обычно стараюсь не превышать дозировку и использовать просто чаще то есть 1 грамм на литр но чаще ну и всеми известный стимулятор янтарная кислота она влияет на рост клубней и влияет на рост листвы именно благодаря этому у вас растет большой пышный красивый кустик тут лучше использовать от 500 миллиграмм то есть 0,5 грамм до 1 грамма но и чаще использую 0,5 для замиокулькаса тоже применяю не очень часто потому что кислота немного повышает кислотность хотя немного но и в целом как бы знаете когда используя что-то предпочтение даешь например каким-то любимым удобрением которые чаще используешь а это я уже можно побаловать один раз в месяц янтарной кислотой то есть каких-то вау-эффектов на янтарной стаде томатов очень хороший эффект дает на нем очень хорошего корневая растет но чтобы на нем хорошо росла клубни я вот сильного такого вау-эффекта как например от монокалия фосфата я не заметила лучше всего покупать порошки можно купить в садовом магазине есть других магазинов в общем везде полно его и так еще последнее такое удобрение сильный плант это удобрение с кремнием с повышенным содержанием кремнием например если вы недавно купили новое растение или у вас растение постоянно стрессует от перепадов температуры перепадов солнца вообще как-то в общем неадекватно себя ведет то вы можете использовать это удобрение именно силе плант с большим содержанием кремния помогает адаптироваться растения любым погодным условиям содержания например жара у вас дома холодно дома растению все равно она растет и радуется своего рода антистресс для растений и плюс научным путем было уже доказано что благодаря именно кремнию повышается устойчивость растений повышается иммунитет и стимулируется рост повышается урожайность но если у нас в том случае урожайность это говорит о том это что идет стимуляция роста самих листьев то есть их становится больше вот иногда я его раз в месяц проливаю по максимальной дозировки 2-3 миллилитра на 1 литр воды и мне кажется это достаточно для замиокулькуса чтобы вот подтолкнуть его к стимулированию в целом если вы стимулируете свои растения я рекомендую делать это не постоянно с проливанием чистой воды как я уже говорил в начале видео сначала удобряете следующий полив добавляете воду ну а потом можно использовать опять одобрение если у вас курс вот такой вот большой 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 здоровый ну собственно вы не хотите его стимулировать то его можно поливать один раз в месяц чем белгумусом одним достаточно вполне хорошо улучшает почву хорошо стимулирует рост и буквально раз в месяц у вас будет появляться одна две три веточки ну то есть я вот поливает белгумусом его только иногда что-то добавляю и он каждый месяц выпускает по одному тру 3 новые ветки или как правильно листья огромные такие листья тому же огромные клубни тут огромные листва лезет вот это кстати новенький а вот красота если какие то вопросы еще остались по поводу удобрения явно может не все вот все мне часть удобрения уехала на дач органику ну из органики тут только биогумус и продукт считается органическим и аминосила органический но это органика такая которая уже стабильная то есть без сюрпризов бывает органика домашняя например ну вот взяли вы банановые шкурки замочили хотите полить таким я лучше не рекомендую пользоваться если вы например новичок потому что можете загубить растение потому что органика домашняя органика чаще всего гниет в грунте плесенью покрывается пушком каким-нибудь покрывается в общем и потом с этим сталкиваются глубине они гнить начинают от такой агрессивной домашней органики поэтому если берете органику то только стабильную которая вам больше всего нравится и так вроде как все если понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена